Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, Сергей Митков, и у нас здесь Нарвинтер Найтс 2. Потихонечку я начинаю реализовывать свою мечту, даже две мечты. Первая мечта это пройти Нарвинтер Найтс 2 целиком, и вторая записать Нарвинтер Найтс 2 целиком. Так, и у нас здесь нападение на деревню. В сундуке должны были лежать мои вещи, но неужто ли шаману духов ничего не полагается по сюжету. Так, кубок это у нас, если мне подали, чилка, веленая свинина, плащ надеваем, плащ дает нам. Таризма плюс. Да, с ящерами это нам сейчас не сильно поможет. Меня чё больше всего смущает? Я безоружный! Я всё понимаю, что у меня вот тут ещё есть как бы шаман духов, вспышка, исцеление легких ран, свет, сопротивляемость, сон, призвать существо, исцеление легких ран. Это мои заклинания. И это ещё какие-то заклинания, да, получается? Ну, ёк-макарёк. Ты точно хочешь туда идти? Твой отец не самый душевный человек из всех, кого я знаю. Да, я точно хочу туда идти. Потому что я безоружный. Помощь 3 может использовать так. Опять какие-то непонятные бафы, книжечка, которую мы почитаем с вами потом. Призвать существо 2 это... Напомните мне. А я свитки могу изучать или нет? Или это я путаю с другой игрой? Так, у отца больше брать нечего, ладненько. Полегче, полегче, полегче. А чем мне вас бить-то? Ладно, вы там справляетесь, как-то понимаю. Ладно, у меня есть... Вот эта штука. Волк, ты будешь бить рожи? О, посох. Дубина плюс один. Сразу так, да? Так, а брать это боль... А, вот есть столик. И то есть все, да? Я вот призвал волка. Он постоял. Так, ну я-то думаю, что дубина плюс один будет гораздо лучше. Один Д6. И двойной критический урон. Да, берем... Дубину в руки. Камешки, это все хорошо. Это все, да, сразу в менеджмент. Ясненько, мы вооружились с вами. Так, ладно, нужна книга заклинаний. Давайте я, наверное, остановлюсь, поизучая свои заклинания. Че да как я могу... Че я могу сделать? И вернусь. Ну, как я и говорил... Сражаться мне пока что в заклинаниях сильно нечем. Я могу, конечно, сопротивляемость накладывать, но это на две минуты. Это значит, буду делать это только так. Девочка. На, что ли, возьми посор, так и будь. У тебя длинный меч, а у меня здесь короткий меч. Ясно. Ну, отправляемся на улицу. А, вот и ты. Я видел, как в твой дом забрались эти существа. И рад видеть, что с тобой все в порядке. Я не знаю, откуда пришли эти чудовища. Сейчас нам все нужны на Южном мосту. Оттуда идут новые твари. Их очень много. Георг пытается собрать ополченцев. Но боюсь, он не успеет организовать оборону. А без должной защиты у деревни нет ни единого шанса. Почему ты не пошел к мосту? Ради будущего деревни я нужен здесь. Чем больше людей я вылечу и отправлю дальше сражаться, тем выше наши шансы на победу. Отправляйся по дороге на юг, а я стану здесь лечить раненых. А потом присоединюсь к вам. Георг должен быть на мосту. Скорее иди к нему, у него обязательно найдутся для тебя поручения. Но пока вы не ушли, я хочу попросить Латандера о благословлении для вас всех. Если вас ранит или вам нужно будет благословение в бою, приходите ко мне. Успехи. Эта сволочь только что сняла с меня заклятие свет. Понимаете, насколько все запущено? Билл, дай я тебя заколдую. Билл, дай я тебя заколдую. Да-да-да, сейчас я с тобой поговорю, все сделаю, не переживай. Но лут важнее. Билл, ты где? Ладно, сражайся, развлекайся сам. И все-таки дайте мне мой свет, пожалуйста. Ты, ты позлорадствовать хочешь, Сержка? Но, по мне они, но пока они меня не завалили, я несколько этих тварей уделал. А, раны еще не слишком серьезные. Вот, еще есть надежда. Чертовы твари, откуда они только взялись? А, мой брат, ты не видела моего брата Уилла? Еще нет, думаю, он где-нибудь в деревне. Если ты его найдешь, Сержка, помоги ему, прошу тебя. Он же мой брат, я сейчас ранен и беспомощен. Держись, ворк, я поищу брата Меринга. Он поможет тебе, он может тебе помочь. Откей. Я думаю, нужно... Отдохнуть сначала. Или ладно, давайте сначала с братом поговорим, с Мерингом. Георг должен быть на мосту, это на юго-востоке, если по дороге идти. Скорее, иди к нему, у него обязательно найдутся для тебя поручения. Мы нашли раненых ополченцев, ты можешь им помочь? Да, думаю, я могу помочь тебе исцелить другого. Возьми этот мох, с его помощью раненый не будет чувствовать боль и продолжит сражаться. А потом, а я потом вылечу его окончательно. Так, все, я иду. А, и свет у меня заканчивается, конечно же, вот так. Ладно, полутюмах тогда, пацаны, играем. Мне почему-то казалось, что там один час уровень. Или типа у меня нету даже еще первого уровня, и поэтому я... Ты вернулась? Слушай, ворд, Меринг дал мне эти кровоостанавливающие травы. Спасибо, Сержка. После всего то, что между нами было, ты не должна была помогать. Поэтому я очень ценю твой поступок. Это очень странная херня. Типа, да, я понимаю, вы там друг друга не любите. У вас конфликт и все подобное, но, насколько я знаю, в сельской местности, независимо от отношений, когда приходит жопа, нужно делать все подобное. Ты боевая единица. Поэтому я очень ценю твой поступок. Слава богам, ты в порядке. Твой отец куда-то пропал, и я боялся, что тебя могли убить. Я понятия не имею, откуда взялись эти твари и что им было нужно. Но те, кто сейчас грабит деревню, лишь первая волна. Сюда идут другие, и их очень много. Если мы хотим их остановить, то нужно, чтобы кто-нибудь собрал ополченцев и встретил врага в открытом бою. Где они находятся? Скорее всего, ополченцы разбросаны по всей деревне. Возможно, по дороге сюда тебе уже кто-то из них повстречался. Собери пять человек. Думаю, это самое большее, на что мы можем рассчитывать. Все, иди. Когда соберешь всех, кого сможешь разыскать, встреться со мной на пшеничном поле, что к юго-западу отсюда. Нам нужно прочесать деревню и отыскать всех, кого сможем. Надеюсь, там еще остались выжившие. Хорошо, пацаны, хорошо. Доклад о готовности. Пять ополченцев, а затем идите по дороге. Хорошо. Так, у меня три болотных моха. Блин, вот с этой штукой бегать тоже не очень-то хочется. Ладно, это быстрый доступ. Так, наша основная задача. Опа, 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 пацаны, пацаны, пацаны. Нате вам. Бонапаро. Опа. Бонапаро. гергу нужно чтобы все ополченцы собрались на пшеничном поле на западе вы что пришли меня отсюда вытащить они за что я отсюда никуда не уйду и тут у нас впервые начинается проверка наших характеристик у нас есть дипломатия у нас есть запугивание у нас есть обман ложь у нас есть насмешка а также мы можем его ударить насколько я помню эти два варианта 5 6 когда я играл другим персонажем плутом или кем-то или воином я играл я не помню как какой-то деревечный которая ничего не могла давайте попробуем прожать дипломатию что у нас там и харизма неплохая и плащ на харизму надет но я думаю это на это не влияет на дипломатии ладно но я пытался драться их слишком много слишком много тебе помогут но если ты останешься здесь то погибнешь то что будешь один хорошо хорошо иду встретимся там если меня не убьют до того как ты придешь так два полчаса собрана дальше на карте ни хрена ничего не показываю да нет вы трое держитесь от всего этого подальше это опасно учитель держитесь мы вам поможем так так девочка хочет помочь какое жалкое зрелище проклятие вы остальные стойте я больше не стану тратить свое время на эту жалкую деревушку его здесь нет вопрос главный где это все было это было получается вот здесь да да как я и говорил это все бессмысленно то чем мы занимались с девочкой и возможно я пожалел бы о том что отдал ей посох но честно вам сказать посох я уж точно никогда не где не подам так серый двор что ты тут забыл я же просил ее не лечь нам нужно многое сделать георг вместе с ополченцами удерживать нападающих возле фермы старлингов мы должны потрапиться пока защитники еще держатся мы должны привести помощь для эми она еще может быть жива девчонка мертва пойдем пока не погибли другие я тоже хочу и помочь но тормоз прав у эми не было ни шанса давайте отправимся на ферму моей семьи георгу нужна помощь всех жителей деревне чтобы отбить нападение кто этот марк не сомневаюсь он обучен искусству возможно он командовал нападением на западную гавань нам нужно бежать на ферму старлингов пока других жителей га я понял что нам нужно бежать на ферму старлингов отстаньте где ферма этой дороге нам лучше поторопиться тормозу нужна наша помощь у меня не было времени взять снаряжение из дома если ты туда доберешься то можешь найти там магический и алхимический препарат ферма на севере бежим так он побежал а вот он мой посох ладно тогда уж совсем можно не грустить так он нам тут ты ты позворадствовать хочешь сяшка но пока они меня не завалили я несколько этих тварей удел так уил крови ты потерял много но мы тебя поможем я в порядке вот только в глазах темно и стоять не могу вы не видели моего брата ворда да и мне удалось его вылечить он уже рвется в бой спасибо тебе сяшка я у тебя в долгу теперь уорд иногда бывает и резким но он он никому зла не хочет вы услышали внимательно мэринг дал мне эти травы они могут остановить кривого течения спасибо сяшка знает и меня не очень-то любишь но за это тебе спасибо семья льюи джонса и сам льюи джонс так вот дом тормоза я он нам сказал мы можем это сам тормоз воюет хорошо я бегу не туда куда хотел бежать не надо вот сюда потому что как я помню вот тут были разборки питерские у пацанов ну ладно давайте в дом тормоза забежим так первое что я хочу сделать это отдохнуть заклинания запомнились заклинания запомнились ладно переживем Ну, все Повутались Еще раз отдыхаем, сохраняемся и идем в бой Нам нужно найти еще одного Пацана И у нас еще два моха Еще, возможно, двоим мы сможем помочь Так, бежим туда за первым Потому что я помню, что там он Была заварушка Так, бежим туда Так, а вот, это пятый, точнее, третий брат и пятый ополченец Все, ополченцы все собраны Осталось добежать до моста Так, там горит тележка Умирающий серый двор Хе-хе-хе, я убил троих из вас Обитателей поверхности Пока меня не свалили А те, кого я убил Они кричали, все трое Они умоляли меня их пощадить У меня все руки в их крови Если ты хочешь меня убить Пускай так и будет Вот только их жизни ты уже не вернешь Это один из тех, кто напал на деревню Похоже, он при смерти А, тогда сначала нужно знать, что у него все, что возможно Ты мерзкая тварь, твой народ слаб И у вас, и вам нас не остановить Мы положим трупы твоих друзей Обитателей поверхности в их дома И подожжем их Это будет сигнал остальным жителям деревень в топах Что скоро придет их черед Почему вы напали на западную гавань? Потому что нам сказали Прийти и искать какую-то серебряную вещь И мы повиновались То, что мы между делом Вырежем всю вашу деревню Для нас только в радость Значит, совы рабы Мы подчиняемся своим хозяевам И мы исполняем их волю Они велели уничтожить эту деревню И отыскать серебряную вещь Кто ваши хозяева? Ты с ними встретишься А когда это произойдет Тебя выпотрошат Как и остальных представителей Твоего поганого народца Серебряную вещь? Что за вещь? Это все, что нам известно Наше дело искать А не задавать вопросы Таково наше задание Наши приказы И мы их выполняем Так, ну хорошо Перелезаем ему горло Я не думаю Что тебе стоило это делать Серж, когда он Этого заслуживал Но Он бы поступил с нами так же Как и с теми Троими, которых убил А вот ты, бочонок Я помню тебя Так Так Ну по факту Нам вот сюда нужно бежать Больше нам делать нечего Хотя Опять же Хотя опять же Тормоз тут А вот еще Пожалуйста Сержка Помоги мне Мне клинок в живот угодил И теперь Теперь тут все в крови Я пытался Пытался с ним сражаться Оказалось Слишком много Слушай Пить мне Меринг дал мне Эти кровоостанавливающие травы И у нас еще один мох Есть Так что возможно Мы еще одного человека Где-то пропустили И вот она Телега Которую я искал Так Дубина у меня Двуручная Да Как я понимаю Нет Замечательно Ой Замечательно Хоть немного Света Великий вопрос Билл А ты Двуручник Да Нет И ты Не двуручник Ой Как Замечательно Так Ищем еще Одного Пацана Которого Мы вполне Могли Пропустить Где-то Здесь Вот А также Я наверное Должен похвастаться Что впервые В жизни Вот этого Мужика Который Здесь Я отправил В бой А не убил Потому что Вот с этим Парнем Который Здесь Хотел Спрятаться И не Выходить Никуда У меня Всегда Были Проблемы Он Всегда Слишком Нарывался Не Судя По всему Судя По всему Я Собрал Всех Кого Мог Да Ну ладно Отправляемся В бой Кто здесь Кто бы то ни был Ты сюда не пройдешь Гергу Срочно нужна Твоя помощь На юго-западном пшеничном поле Я никуда не пойду Меня изрубят в капусту И я не пущу их внутрь Чтобы они меня ограбили Только через мой труп Так И лиц этим У меня всегда были Запугивания Я насколько помню У меня Плохо Так Обман Лож Не получится Он не поверит Нам Запугивание Выходи Немедленно Или Сначала я сломаю дверь А потом сломаю тебе Это хребет Тогда я просто Выбью Дверь Что ты стоишь Что ты сказал Давай ему покажем После тебя А А я не помню Как ломать двери Напомните Напомните Пожалуйста Как ломать двери Кстати Да У меня же есть Ночное зрение Что ты Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, умения, навыки Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я придумаю, как взломать дверь и взломаю Ох, неужели? Давайте сохранимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не могу использовать этот объект Как здесь ломать двери Ребят, я реально не помню Как ломать двери Проклятые, вот реально не помню Субтитры сделал DimaTorzok Да, я, кстати, могу и вот так играть В таком режиме Но это не отменяет того факта, что я не помню, как Ломать двери Ладно, бог с ним Ну ладно, давайте вернем обычный режим Мой дом ближайший к мосту Возможно тебе пригодится что-то из моего снаряжения Просто почему я к нему подошел А, вот все, задание, это было выполнено, вот задание Ладно, бог с ним С чуваком в доме Отлично Теперь у нас появился шанс выстрелить Внимание, ополчанцы Готовьте оружие и выступайте Пора нам принять бой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опа Меня уже бьют У меня уже неплохо подбьют Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают DimaTorzok 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 Девушки отдыхают DimaTorzok